Продолжение следует... Дома ваши, мир и любви, и покоя, и радости, и счастья, и улыбок побольше. Ну а во все сферы вашей жизни, работы, учебу, всякого-всякого благополучия и успехов. Мы с вами сегодня, можно сказать, уже заканчиваем. Это предпоследний ролик по теме йоги во Христе, как я ее назвал, или йога глазами христианина. Ролики эти, серию этих роликов практически 30 штук я записал, взяв за повод, благодаря комментарию и вопросам, которые были в этом комментарии Елены, как я отношусь к практике йоги и, по моему мнению, могут ли христиане заниматься восточным искусством. Мы с вами этот путь нелегкий прошли. Я вами восхищаюсь, радуюсь. С первой ступенечки ямы, с 10 шагов ямы, через 10 шагов не ямы, мы с вами взошли на самый-самый верх, через асану, пранаяму, пратьяхару, тхарану, хьяна и взошли на самадху. Мы ее с вами зарисовываем в эту ступенечку зелененьким и считаем свой долг в этом плане исполнен. И сегодня мы именно с вами и будем говорить о самадхе. Сначала мы с вами почитаем по Википедии, как обычно, а потом воспользуемся сайтом «Традиция надхов». На Википедии мы с вами, в принципе, все тоже читали, сейчас более кратко. Самадхи – это умиротворенное, сверхсознательное состояние, умиротворенное, то есть мир, сверхсознательное состояние блаженного, то есть счастливого, осознания своей истинной природы. Я надеюсь, вы так услышали, да, то, что мы прочитали. Прочитаем еще более такое, на другой статье на Википедии, чуть более подробно о самадхе. Это санскритского «умственная или внутренняя собранность». «Умственная или внутренняя собранность». Используется термин в индуистской и буддистской медитативных практиках. Самадхи есть то состояние, достигаемое медитацией, которое выражается в спокойствии сознания, снятии противоречий между внутренним и внешним мирами, объектом и субъектом. В буддизме самадхи – последняя ступень восьмеричного пути, благородный восьмеричный путь, подводящая человека вплотную к нирване. Ну, нирвана опять – это понятие в индийской религиозной мысли, обозначающее высшую цель всех живых существ и играющую важнейшую роль в буддизме. Существует множество определений понятия нирваны, но обычно она связана с состоянием освобождения… Давайте уж тоже дочитаем до конца. Состоянием освобождения от страданий, свойственных бытию в сансаре. Вот такие мы с вами определения прочитали. Ну, в стадии самадхи, в стадии самадхи в йога-сутрах по танжале описывается несколько стадий самадхи – савитарка, нирвитарка, савичара, нирвичара, аранда и асмита. Также самадхи делятся на два вида. Один называется сампраджнята, а другой – асампраджнята. Ну и давайте переходим на сайт «Традиция надхов». Читаем, что у нас здесь, последняя ступень, да. Самадхи – состояние глубокого транса, когда исчезают границы между объектом и субъектом. Давайте параллельно еще раз обращать внимание на то, как мы все это с вами читаем и на Википедии. Все равно еще раз мне хочется вам показать. То есть умиротворенное сверхсознательное состояние, блаженного осознания своей истинной природы. Это умственная или внутренняя собранность. Да, и еще раз здесь читаем с вами. Самадхи – это состояние глубокого транса, когда исчезают границы между объектом и субъектом, и их самбандхнай, короче, их взаимосвязью. Между объектом и субъектом и их взаимосвязью. Прочитать это слово не получилось у меня. Существует множество разновидностей этого состояния. Савикальпа-самадхи, нирвикальпа-самадхи, дьяханайога-самадхи, лая-йога-самадхи, нада-йога-самадхи, раджа-йога-самадхи, расананда-самадхи, бхакти-йога-самадхи, махабхава-самадхи, и джада-самадхи и другие. Ну и переходим непосредственно в словарь на сайте Традиция Надхов, который мы с вами, я уже вам не раз показывал. И давайте прочитаем, что у нас здесь. Самадхи. Достижение своего истинного Я. Состояние целостности, полной реализации. Состояние глубокого транса, когда исчезают границы между объектом и субъектом и их взаимосвязью. Существует множество разновидностей этого состояния. Сейчас мы вот то, что мы там читали, мы то же самое, да? Просто всегда переходишь более подробно. Также так называют место захоронения йогина. То есть Самадхой называет еще и место захоронения йога, йогина, саньяси или святого. Ну, неважно. Йог это тот, кто достиг состояния йоги, а саньяси, это отреченный человек, принявший саньясию, следующий подписанием саньяси, ашарма в индуизме, монах или святого. Ну, что такое святого, видите, тут понятия нет на этом сайте. Йог это тот, кто достиг состояния йоги, вот этой Самадхи, да? Саньяси тот, кто, конечно же, отрешился, но, образно говоря, не достиг, да? Чем святой в понятии, ну, того же самого автора, пусть вот этого сайта, традиция надхов, чем святой от йогина отличается, мы с вами не узнаем, потому что он не дает всплывающее определение этому слову. По индийскому обычаю, тела тех, кто принял саньясу после смерти, не сжигают, а придают земле. Тела йогинов помещают в земле в сидячем положении, с ногами в позе лотоса. Эти места потом становятся местами паломничества и почитания, перед ними так же, как и с Мурти, проводят на Бипуджу ритуал Арати. Вам ничего это не напоминает? Оказывается, вот этот фетиш по мертвечению, он везде присутствует, да. Не оказывается, в смысле, я думаю, что для многих это не секрет, как и давно для меня, да. Как я говорю, вот казалось бы, при всем этом восточном мировоззрении, что Бог там бесформен, это энергия, это там вселенная. При этом они также понастроили множество храмов, да, этих статуэток. Вон, пожалуйста, захоронение, мощи, образно говоря. Все то же самое, что во всех религиях и сектах присутствует. Ну ладно, сегодня мы эту тему минимум коснемся, но показательный тоже момент, да. Давайте пробежимся еще раз вот по этим разновидностям состояния самадхи. Свикальпа. Самадхи с формой или семенем. Форма самадхи, подверженная времени и изменениям. Нервикальпа самадхи. Это высшее состояние сознания, в котором отсутствует самскары без семени, когда человек полностью достигает единства с брахманом, который вне всех перемен и различий времени, формы и пространства. Дьяхана йога самадхи. Самадхи через созерцание. Православные, наверное, кто аскетическую литературу читал, знакомы. Общие нотки находят. Лая йога самадхи. Вид самадхи, достигаемый посредством лая йоги. Йоги растворения. Вы помните, я как огнем поедаю предмет, который я созерцаю. Надо йога самадхи. Самадхи, достигаемый через поглощение разума во внутреннем звуке надо. Раджа йога самадхи. Самадхи, достигаемый при помощи практик работы с сознанием. Рассананда самадхи. Блаженство во вкусе. Самадхи, достигаемый посредством вкушения нектара. Самадхи бахакти йога самадхи. Самадхи, путем преданного служения и поклонения Богу и постоянной направленности ума на осознание Бога. Самадхи, достигаемое в мантра йоги. Махабхава самадхи. И джада самадхи, это состояние, подобное глубокому сну. Вот мы с вами сегодня почитали о самадхи. Ролик у меня сегодня будет видео такого порядка. То есть мы с вами плавно перейдем от предыдущего ролика. Я не все сказал о медитации, что хотел. Медитация, молитва, все вперемешку я, естественно, это говорю. Специально он сказал, что чуть-чуть мы оставим, когда будем говорить вот об этой самадхи, как конечной цели, йога, буддиста, да. И плавно мы тоже затронем, но потом я запишу отдельный ролик, последний, окончательный. Мы подведем результаты, сделаем определенные выводы. Назову я его йога или христианство, что выбрать, да. Ну, послесловие, но я там решил сделать другой значок, отличительный от всей серии. Его, конечно, можно будет отдельно посмотреть, но, естественно, он такой, как жирная точка в конце всего этого видеокурса, так назовем, видеособрания лекций, монологов моих вот о йоге глазами христианина. Вот что мы сегодня почитали с вами. И я, конечно, говорю, что-то можно было все и в этом сегодня ролике сказать, но я постараюсь такими вот плавными переходами, плавными формами. Что такое вообще самадхи? Вот мы с вами сегодня почитали. Как мы видим, в принципе, определение тоже зачастую достаточно, такие, спектр достаточно широкий, да. Ну, конечная цель какая? Об этом мы, конечно же, я буду уже говорить более подробно, свои мысли, когда буду вот этот итог подводить. Но сегодня хочу все равно, конечно, я буду где-то сравнивать сейчас это с христианством, делать какие-то выводы, но в следующем ролике я сделаю это более подробно. Я сделал там определенный, подготовил материал в фотошопе. Мы с вами более наглядно посмотрим. Сегодня мы в общем поговорим, да. То есть самадха – это некое такое состояние, да. Вот, в принципе, конечно, на Википедии, я не знаю, кто это писал, как и вы не знаете, никто не знает, потому что я вам не раз говорил, что на Википедии все статьи и вообще ее ассоциация Википедии, она себя ассоциирует как независимая такая свободная энциклопедия без авторства статей или группы авторов, да, отсутствуют которых имена, мы не знаем, кто они, каким там мировоззрением принадлежат, но мы читаем мысли этих людей, да. И вот вы знаете, если принять, что самадха – это вот то, что мы с вами, я вам сейчас еще раз напомню, что мы прочитали и вложить туда определенный, ну вот я со своей стороны вкладываю определенный смысл, то, чего я достиг, конечно же, можно было бы сказать, что цель у йоги, у йогизма, она, можно сказать, неплохая, да. Давайте я вам еще раз прочитаю вслух. Самадха – это умиротворенное сверхсознательное состояние блаженного осознания своей истинной природы. Вот это определение, без всяких вот этих дроблений, которых мы с вами потом почитали, да, опять это там объект-субъект, созерцание, нирвана, чуть ли не глубокий сон, да, транс и так далее. Вот это вот определение блаженного сознания, осознания, вот вообще это счастье от того, что ты осознаешь свою истинную природу, да, мысль неплохая. Я говорю, в следующем ролике мы будем сравнивать то, как бы, это же как высшая ступень, да, вот обратите внимание, в йогизме мы с вами забрались на самую высокую-высокую ступенечку, на вот эту вот самадху, да, самадхи. Ну, вы знаете, я вот, конечно же, сегодня буду говорить о христианстве, как я всегда это говорю, достаточно кратко. Вся суть бытия, она в трех природах. В бессмертии, в свободе человека избирать между добром и злом. И именно от этого выбора человек и становится счастливым или несчастливым. Все остальное, это дальше прилагается. Поэтому первое, и в принципе в это и включает все, что вот, начинается все, фундамент всего этого бессмертия. Бог создал человека. А так как Бог это бытие, оно было, есть и будет, оно видимо и невидимо, человек априори бессмертен. Вся вот эта наша, так скажем, матрица, компьютерная игра Богом, придуманная после того, как мы согрешили. Вся эта школа воспитания, которую мы познаем, да, где мы действительно умираем, да, якобы по телу. Вот. Конечно же, все это иллюзия. И вот это вот принятие, как я всем говорю, потому что веришь ты, или очень говорят, я верю, там, в воскресенье Иисуса. Ну и что? Ты просто принимаешь это, ты принимаешь бессмертие. Потому что один может верить в другой. Нет, оно просто есть. Веришь ты в это, не веришь. Просто от этого и веры, как говорят, а точнее вот от самого принятия этого факта, что ты просто бессмертен, потому что все внутреннее твое существо просто выпьет вот к этой внешней тленной оболочке твоей природы, что ты бессмертен. Апостол Павел в свое время защищает, так скажем, воскресенье Иисуса. Действительно, потому что в некой Коринфской церкви, которую сам он якобы, казалось бы, насадил, да, уже проповедует, что Иисус не воскресал, и все вы умрете, вас закопают, и черви вас сожрут. Действительно, писал, что если жизнь, прекрасно написал, что если Иисус не воскрес, и все мы тоже будем съедены червями, то ешь, пей, веселись. И вообще жизнь тогда бессмысленна. И жизнь тогда, человек проживет абсолютно по-разному. Конечно же, если все, что я в этой жизни делаю, оно просто растворится, тогда зачем все это делать? Уж я не говорю о том, что зачем вообще тогда, вообще делать что-то, даже удовольствие, когда-нибудь ты все равно умрешь, да? Вообще зачем тогда жить? Почему не прекратить это на день раньше, на сто лет раньше, вот ты даже живешь там, да, 70-80? Все бессмысленно. Бессмертие дает первичное обретение смысла жизни человеку, потому что если ты умрешь, все бессмысленно, все. Просто сама жизнь теряет смысл, если она конечна. И вот этот вот первый фундамент, это бессмертие человеческой природы, ибо Бог бессмертен, бытие бессмертно, оно вечно. И мы, естественно, часть этого бытия, в частности, мы еще и люди образ и подобие самого Бога по плоти, видимо, да, Иисуса Христа, то, конечно же, вот это вот первичное признание этой истины, оно и дает человеку цель в жизни, смысл жизни. И что? Мир, радость, счастье, блаженство, да. И вот я к чему это все говорю, вот заметьте, мы с вами, об этом мы будем говорить в следующем ролике, еще более подробно говорить, но сегодня скажу кратко. Вот для этого много надо медитировать, да, поклоняться кому-то, еще что-то, еще что-то, еще что-то, чтобы принять, что ты бессмертен, когда это знает каждый человек внутри себя. Много для этого нужно, каких-то упражнений телесных, духовных, да, много ли учителей надо. Один раз достаточно сказать человеку, и в принципе его право выбора принять или не принять. Хотя, опять же, я говорю, почему себя ставлю, казалось бы, тогда можно помнить, как говорю, свободу на первое поставить. Но прежде чем кто-то выбирал, будучи обладать свободной волей, он должен быть просто быть, я есмь. Поэтому я всегда фундамент вообще бытия, мировоззрения, кладу именно бессмертия. Ты просто есть, ты сначала создан. И плюс, на самом деле, весь этот, твоя свобода выбора, даже верить в бессмертие, не в бессмертие, это лишь иллюзия выбора. Веришь ты или не веришь в бессмертие, ты бессмертен. Ты не умрешь никогда. Просто от этого выбора дальше уже, на основании того, что ты есмь, всегда был, есть и будешь, ты уже выбираешь даже верить в это. Но от твоего выбора ничего не зависит. Поэтому это фундамент вообще нерушимый. Это просто истина. Бессмертие, вечность, это просто истина. Это даже не зависит от выбора человека. Он не может прекратить. В этом плане человек вообще не свободен. Он не имеет права выбрать смерть. Ее просто не существует. Вот когда ты приходишь в это состояние, что ты даже не можешь умереть. Вот как в этой жизни, знаете, инвалид, там, грубо говоря, без ног, без рук. Есть такие люди. Не может, ему даже тяжело прекратить эту свою телесную жизнь, да, не обладая вообще никакими там подвижными. Сам он не может этого сделать. Вот это то же самое, знаете. Вот эта вот иллюзия с принятием этого вообще бытия, что все бессмертно, у тебя разрушается даже эта иллюзия свободы выбора между смертью и жизнью. Потому что ты от того, что даже прекратишь свою эту временную жизнь, вечную, ты не прекратишь. Ты всегда будешь жить. А то, что ты скинешь эту одежку даже сам, а не по Божьему повелению, это ничего не изменит. Ты все равно будешь жить. И вот действительно, когда ты принимаешь это первое условие, а это просто жизнь, ты просто должен с этим примириться. Примиритесь с Богом, как говорят там, любят грешникам проповедовать, да, религиозники. Вот это действительно, примиритесь с Богом, с бытием, с сущностью. Человек, ты просто бессмертен. Взгляд человека, принявшего природу бытия, бессмертия, и не принявшего, порой очень кардинально разный. Вы же это прекрасно знаете, насколько бы он средненько хороший не был, или еще что-то. Уж не говоря про то, что если тот человек, который верит в смерть, который в принципе не существует, он просто верит в ложь, эти люди действительно плохие. Даже почему? Потому что когда выбором, перед ним встанет выбор, там, цепляется за эту короткую жизнь, да, и чьей-то жизнью, ну, допустим, вот как говорят, как веганам тыхают, вы на необитаемом острове отказались, что ты не сожрешь там вот эту вот, да, эту коровку там, из нечего больше есть. Так вот, вот эти люди, которые не верят, так скажем, в вечность, они как раз вот сожрут, да, любого человека, ради своей этой временной, причем жизни, казалось бы, они не верят в вечность, но он сделает все, любое зло, ради сохранения своей короткой жизни, потому что оно закончится. Тут видите, грех на грехе получается, грех порождает грех, и наоборот, человек, который верит в вечность, а все, но он не умрет, зачем он будет убивать человека, это же страшно, попробуйте убить человека, животное, это нереально тяжело сделать, это надо полностью убить в себе, как говорят человека, все святое, чтобы поднять руку на животное человека, на любую живую душу, чувствующую. И, конечно же, бессмертие, поэтому это просто нереальная вещь, это не так мало, мы об этом должны постоянно говорить людям, вот, потому что именно принятие это делает человек, причем, я говорю, это ничем не достигается, это не нужно к этому, никакие упражнения, все, что нужно, слово проповеди, ты никогда не докажешь, Иисус прекрасную притчу рассказал, вы помните, о богаче и Лазаре, и нищем Лазаре, когда тот говорил, ну пусть там вот, пошли Лазаре к моим братьям, когда богаче-то там все умолял Авраам, а он говорил, да если мертвые, кто придет, не поверит, и они, естественно, не верили, сколько в миру действительно вот этих всяких людей возвращается, стал свет, и бог попускает, что все бросаются им верить, нет, кто считает их сумасшедшим, кто говорит, ну может ему там что показалось, кто, ну один может поверить, два, они-то были там, но им никто не верит, у нас бы все давно верили бы, а никто не верит, Иисус воскрес, ему собственные ученики не верили, не верили друг другу, не верили, когда они рассказывали, да, когда он явился большому числу уже перед вознесением, не поверили в основная масса тех, кто все видели его воскресшим, да, вот, так что, хотя сам человек все это прекрасно знает, и вот, конечно же, от принятия этого бытия насколько ты становишься счастливым и блаженным, что для этого надо, вот, смотрите, в йоге это последняя ступень, а я говорю, как христианин, что это первая ступень, предложить человеку словом проповеди принять бытие, принять бытие, и ты сразу становишься счастливым в один день. Естественно, если ты бессмертен, у тебя есть право выбрать теперь действительно как строить свою жизнь, да и строишь и вечность, все, что ты делаешь, все сохраняется, все добро и все зло. Ты это то, что ты есть. Конечно же, человек, который принимает бессмертие, он начинает по-другому жить. Это однозначно. И вот действительно самое важное второе в жизни, что это счастье, ну вернее, все это счастье, блаженство, оно невозможно без принятия бессмертия. И второй вот такой большой этап, дальше все по цепочке идет. Сначала бессмертие, потом любовь. Выбор между добром и злом. Добро и зло мы проявляем к чему-то и в мире к любой живой душе. И вот избирание между добром и злом, естественно, избираешь благо, оно делает тебя счастливым, потому что счастье в любви, когда ты любишь, действительно, и быть любимым. То есть, когда к тебе какие-то дела проявляют, и ты проявляешь. Через вот эти вот ощущения своего тела ты испытываешь радость, удовольствие. Это и есть любовь, добро делание. Естественно, дальше это несет что? Вот это все и несет радость. Есть такое объемлющее слово блаженство. И вот радость это когда тебе кто-то делает любовь, ты радуешься. Все это делает тебя фундамент всего или хотите, все во всем, где все это происходит, вся цепочка блаженства. Вот эти слова, конечно, блаженство, счастье, одно и то же я употребляю радость. Можем немножко в другом смысле употреблять, чтобы было какой-то хоть разница, да. А вот это вот Бог, блаженство, истина, счастье, это все одни понятия я употребляю. Естественно, за этим, вот мы читали с вами, что самадхи это умиротворенное состояние. Конечно же, когда ты знаешь, что ты бессмертен, ты вечен, ты творишь добро и люди к тебе, естественно, все равно добрый человек будет много добра получать. Да, в мире лежащем возле он будет, и, конечно же, причем за добро даже зло получать. И просто так, потому что он добрый, а на нем будут ездить злые. Да, такое будет. Но при принятии бессмертия человек все равно будет максимально счастлив. Причем это все временно. Он даже счастлив от чего? Почему? И суд говорил, будьте блаженны, когда будет вас поносить. Потому что ты понимаешь, что ты светишь этому человеку, ты делаешь добро. Когда-нибудь он покается. И вот это вот свечение, даже злу, когда ты не отвечаешь зло на зло, более того, ты отвечаешь добром на зло. Делает тебя счастливым, потому что ты делаешь благо. Ты проявляешь жертвенную любовь к человеку. Ты еще более, казалось бы, счастливый, чем ты любишь любящих. Потому что, когда ты, человеку на зло, отвечаешь добром, ты становишься самим Богом. Но это мы завтра, в следующем ролике, более подробно рассмотрим все-таки отличия христианства от йогизма. Естественно, от этого всего в жизни в бессмертии. Ты сегодня живешь, хоть у тебя у всех, у меня тоже часы тикают. Календари, вон, сегодня третья, да, на экране, мая 2020 года. Но ты уже живешь в вечности. Ты никуда не бежишь, ты никуда не торопишься. Ты везде успеваешь, потому что ты вечен. Времени для тебя вообще перестало время существовать. Его просто нету. Ты хоть и живешь в мире, но ты вне мира. Да, ты по часам живешь, смотришь что-то, ходишь куда-то. Но на самом деле, в душе ты живешь уже вечным. У тебя внутри остановились био-часы, ты стал вечным. Любовь, она тебе радость дарит. Естественно, все это приводит тебя в мирное состояние. Мир, покой, приблизительно одинаковые слова, да, вот это вот все приводит тебя в мирное состояние. Вот это тебе дает мир души. Что такое? принятие бессмертия и очень часто именно вот этой любовью ко всему Божьему творению называют святость. Ну, по крайней мере, по-христианскому святость, совершенство – это именно вот это. Не вот это, когда ты пришел в это состояние, это блаженство. А вот святостью в христианстве совершенство называют именно любовь. Человек, достигший совершенства в любви ко всему Божьему творению, причем познав, что ты должен жертвенно любить даже людей нехороших. И вот это принятие бессмертия и святость, совершенство в любви к Божьему творению, даже лежащему во зре, дарит тебе радость, мир, терпение, смирение, кротость и прочее, прочее. И все это в совокупность. Ты блажен. Ты абсолютно счастлив. По цепочке все это, конечно же, происходит. Я говорю, все это потихонечку, потихонечку, поэтому ты терпеливый. Смирение что такое? Когда ты понимаешь, во-первых, слово как «с миром» переводится, вот с этим «с миром в душе», но это, получается, тогда аналогично, что ты мир обрел и покой, что ты смирение, ты с миром в душе. Нет, конечно, немножко не так. Смирение – это противоположное добродетель превозношению. Конечно же, как ты, пройдя любовь по цепочечку, будешь горделивым? Любовь – это когда ты ни над кем не превозносишься, ты любишь этого человека. Как ты можешь над ним превозноситься? Ты любишь животное, ты не превозносишься. Ты не считаешь, что ты вышив в пищевой цепочке и должен убить его и сожрать. Поэтому ты абсолютно смиренный. Это, кстати, к сожалению, со смирением путают, что если ты стоишь в истине и кому-то твердо отвечаешь, ой, ты не смиренный, да, или какую-нибудь культу ты там ихним этим иерархам, менеджерам не покоряешься, ты не смиренный, ты гордый. И разве Иисус показывал, я для христиан, говорю, пример такого смирения? Нет, Он еще как противостоял иудейскому культу и всем его представителям. И всем людям, которые пытались его уклонить с истинного пути, даже родственникам. Говорил, отойдите от меня. И при этом был абсолютно сам по себе Иисус видит, что посмотрите на меня, как я кроток и смирен сердцем. Кротость – это противоположное добродетель. Это, кстати, не скромность, не путайте, хотя скромность – это тоже добродетель. Кротость – это противоположное состояние тщеславия. Это жажда славы. Это, опять же, хочешь ты не хочешь, тот же сам проповедник, он будет известен. 5, 10, 15, 20 человек его знает, 30, 100, 1000. Но это не говорит, что он жаждет этой славы, что он без нее жить не может. Это просто естественно происходит, вот и все. А тщеславный человек, его сразу видно, он жаждет похвалы. Не потому, что ему приятно, потому что приятно и естественно, что нам приятна похвала. Мы не то, что, мы, конечно, хотим им, потому что мы хотим быть любимыми. Это естественно для человека. Она определяется в делах. И дела те же самые, есть похвалы – это дело доброе. Если ты хвалишь человека особенно за что-то, и даже как мы там детей где-то поддерживаем, мотивируем, тоже похвалы зачастую называются, да, это добрые и ласковые слова. Это же все любовь, это все проявление дел любви. Поэтому кроткий человек – это не значит, который, ой, не надо меня там хвалить, да, ой, я такой кроткий. Добрые, теплые слова мы всегда говорим друг другу, какой-то красивый, какой-то умный. Особенности действительно так. Если мы не лицемерим, иногда мы это делаем с задатком, с небольшим, да, чтобы поощрить человека. Это всегда происходит, это всегда с детьми происходит, это всегда у друзей происходит. Ну, ничего, ничего получится у соратников, у работников, единомышленников. Они поддерживают друг друга где-то, а я мотивируют. Чуть-чуть ты умный, все у тебя получится, да. Хотя он еще, может, он никогда это не сделает, но он старается, да. Вот, это никакой не лицемерие, не любезение, да, не лизоблюдство. Это действительно любовь, да, самая настоящая. И так до бесконечности, конечно, свойств человеческих, душа человеческих прекрасна в разных спектрах. Мы сегодня, в принципе, на этом закончим. Вот то, что я вам перечислил, вот мы, конечно, завтра сравним, но вот заметьте, почему я сегодня подготавливаю такой ролик, и я просто специально разобью. Вот то, что я сказал, и то, что мы с вами в практически 30 роликах слушали о югизме, похоже это два пути? Нет. Вот мы же с вами читали все это с каких-то сайтов, вот вы решили в йогу податься, да. Вот вы стали, как и я, в принципе, возможно, Яндексом воспользоваться. Яндекс вас перекинул, естественно, Википедия выходит в поисковую систему практически всегда первая при каких-то вопросах, определении. Ну, попали вы на этот сайт Традиция Натхов. Услышали вы что-то подобное, что я вам сегодня сказал? Завтра мы будем еще раз это же практически пережевывать по ступенечкам, я по фотошопу хочу вам там показать, я слайды подготовил. Вот, будем мы уже еще раз более глубоко по этому идти. Мы с вами почитали сегодня самадхи по йоге, мы что только не услышали, какие-то созерцания, да, какое-то умиротворение, познание истинной природы. А что такое истинная природа? Вот, заметьте, я вам сейчас много чего поговорил, о самой природе, познание своей истинной природы не делает меня счастливым. Счастливым меня делает, да, но в принципе, вот только это, и причем это определение самое единственное, которое мне понравилось, да, но оно только на начальном этапе, да, только часть. Я вам рассказал, что все это блаженство само делает меня счастливым, самадха это блаженство, и она делает познание моей истинной природы, что она бессмертна. Все остальные вещи, это дело моего выбора. Начинается все со святости, в любви к Божьему творению, даже лежащему во зле. Это очень важно. Вы скажете, да там же в первых ступенях, в первых шагах первой ступени, яма, не яма, было там и любовь, не творение зла, благотворение. Да, мы с вами завтра еще раз по этим ступенчикам все пробежимся, прям будем подробно сравнивать йогу и христианство. Но сегодня я вот так вас готовлю. Все-таки, когда мы читаем, такого нету четкого понимания, что вот это вот все, да, хотя здесь тоже употреблены слова так, как мир, но здесь нет вот этой цепочки, нет этого простого понимания. Мы с вами после второй ступени очень много чего читали, вот этого непонятного, да, вот эти, даже те же самые медитации. Вот я хочу, почему говорю, больше еще вчерашний ролик свидать, по поводу медитации, вчера этого не стал говорить. Вот через призму этих вот истин, познание своей, хотеть природы, как уж ладно, по йоге мы будем говорить, действительно открывает те вопросы на все, только зачем медитировать? Вот я ушел от всего, от каких-то молитв, от каких-то медитаций. На примере Иисуса мы видим, что мы знать не знаем, чем он занимался, все там ему приписывают, что чуть ли он там не все ваши эти православные, католические, протестантские песенки там целыми ночами молился и пел. Мы видим, что он уединялся, что он там делал, никто не знает. А он просто что? Он просто был с Богом, вот и все. Он просто размышлял над своими проблемами или радостями. Через любовь, через бессмертие и свободу избрания добра, любви к Божьему творению, даже лежащему возле, ты находишь ответы на все вопросы жизни. Я вам для примера все несколько приведу. Вы думаете, мне не бывает тоскливо? Я вот так сажусь, действительно, только не сажусь-то медитировать. Я вот завалился на диван или пошел прогуляться, или еще что-то делаю. Пошел в ванне полежал, под душ сходил, искупался там летом или зима там. Я просто отключаюсь, иду, и вот именно я медитирую. На что? Я медитирую, я молюсь. Нет, я просто сам себе говорю, Димок, ну все нормально, забей. Завтра будет все хорошо, ты бессмертен. Ну скучновато жить. Ну ничего, проблема какая-то. Все проблемы решаемые. Все это развалит, все бессмертно, все это фикции, проблема нашего мира. Я долго медитирую, я принимаю какие-то определенные позы. Нет, я делаю то, что я делаю. Ну зачастую ты резко меняешь только деятельность. Ты можешь сидишь, что-то достало, и ты бац, надо отключиться, даже физически переключиться. Потому что ты сидел за столом, ты идешь куда-то, в ванну, в душ, купаться, гулять, на диване поваляться, переключить другое кино. Ты можешь даже смотреть какое-то кино, включить или ролик, но при этом сидишь о своем, думаешь. И действительно, все разбивается о бессмертии, все разбивается о любовь. Все абсолютно. Вы если попробуете то, что я вам не раз рекомендовал, простой ключик, бессмертие и любовь, все, все, любой вопрос решается, как мне поступить. Любой, выйти из любого своего состояния ты можешь. Абсолютно, из любого. И не надо медитировать, просто я вспоминаю об этих двух вещах, все. Ну и трех, как, ну, бессмертие и свобода, выбор между добро и зло, то есть выбираешь любовь. Ну, по сути, Павел не зря так говорил, он хоть о свободе много говорил, но очень часто он говорил вот им тоже и двумя, поэтому я три хатамию, дихатамию использовали. А трех говорю о этих вещах, либо о двух. То есть Павел не раз говорил, ничего не хочу знать, кроме Христа распятого и воскресшего, да. То есть бессмертие и любовь. Распятие как символ любви, воскресение как символ жизни. Он много, конечно, говорил о свободе, о Христе, по жизни, вот этого, да. А мы проповедуем вам Христа распятого и воскресшего. Все, вот через эти две призмы вам откроется, потренируйтесь просто по жизни, потренируйтесь любые ваши проблемы, духовные, душевные, телесные, решать через вот это вот мировоззрение. Я бессмертен, бытие бессмертно. И мое дело стать святым, а святость это любовь к ближнему, к любому, к любому Божьему творению, обладающее чувственной природой. Все, как поступить, кто-то вам что-то долбит, пишет, оскорбляет, унижает, отойдите от него, всегда можно решить свои проблемы. Вот так вот, вот, наверное, сегодня я на этом хотел закончить, то есть вот мы с вами, я так вам, знаете, накидал, завтра мы еще более подробно уже прямо попытаемся, есть у меня мысли, я говорю, как подать этот, так скажем, материал или видение. Сегодня мы накидали с вами, что такое самадха, почитали, вы сами, я, в принципе, как бы не делаю за вас эти выводы, я вам накидал, мы с вами почитали, что такое самадхи. Естественно, просто, что такое христианство, я вам говорю от своего лица, потому что псевдо-христианство, которое бытует, к сожалению, паразитирует на, как раковая опухоль на теле Иисуса Христа, под именованиями православия, католицизм, протестантизм, конечно, оттуда мы ничего не читаем, там полная ложь и чушь, неземная просто и даже не невестная. Христианство настоящее, это, конечно же, блаженство, это счастье человека, оно невозможно без принятия бессмертия, святости, в любви ко всему Божьему творению, даже лежащему во зле, но правильных делах любви, проявляемых, оттуда все дальше по цепочке пошло. Радость, мир, смирение, кротость, терпение. Все оттуда идет, да. Я вам все это набросал, да, чтобы вы сами подготовились, мы почитали с вами, что такое самадхи, а вы сами делайте вывод, выбор, вывод. Ну, сегодня делайте вывод, а завтра мы, так скажем, попытаемся сделать уже выбор христианства или йога. На этом у меня все, мы плавно перешли к последнему ролику, я надеюсь, у меня это получилось вам показать. И мы еще раз, вот прям так, действительно, деятельно пройдемся и сравним, чтобы, вот да, как мне идти. На этот ответ, на этот вопрос мы сделаем вывод. Да ладно, сегодня все. По поводу самадхи, я говорю, можете вникать, разбираться, если вам это надо. Мне, вот, для счастья того, что я говорю, достаточно. Сколько мы там с вами почитали, это же не все были виды. И вы будете вникать, что это такое созерцание, себя все это выдавливать и в какой-то транс входить, да, чуть ли не сну подобное. Если это жизнь, ну, пожалуйста, если вы к этому стремитесь. Ну, я обещал в каждом ролике отвечать на вопрос Елены, на вопросы. Но это уже, понимаете, это уже вот самадха, восьмая ступень, восьмеричный путь этот, заканчиваемый самадхи. Это уже не столько практик, хотя мы видим это и практики, но это уже цель, да, сама эта ступень, это пьедестал, да, почета. И как я отношусь к ней? Ну, то, что мы с вами сегодня читали, в основной своей массе, ну, так сказать, 50-50, это, конечно, не сказать ни о чем. Ну, потому что то, что мы читали, то, что ты должен там до транса достигнуть, совсем на свете раствориться, они вечно у них это отрицало во какой-то индивидуальности. Что здесь подразумевается, конечно, более подробно в сознании, в блаженного истинного познания своей природы, что это такое, что я должен понять, что я из костей, из плоти и крови, или что такое сознание истинной природы. Это тоже большие вопросы, да, поэтому как я отношусь? Ну, мы же с вами не только эту рассмотрим, это уже как результат, да, где-то в пещере залипнуть, полууснуть, я к этому отрицательно отношусь, конечно же. Поэтому рекомендовал бы я христианам заниматься такой йогой, какой? Нет, конечно, йога это жизнь, она есть жизнь. Бессмертие принять тебе ничего не надо, надо просто принять в своем сердце, примириться с этой истиной, если ты ее отрицал, все. А дальше, завтра мы об этом будем говорить, я уже совсем заканчиваю, а дальше это святость. А святость, она в любви к Божьему творению, даже лежащему возле, все. Вот это и путь христианина, именно он ко всему остальному. Как Господь говорил, вы об этом, заботитесь, а все остальное приложится. Вот действительно и по плоти, причем и по духу. Будет и радость, и мир, и кротость, и смирение, если ты начнешь подвязаться в деятельной любви ко всему Божьему творению, даже лежащему возле. То есть к жертвенной, придется тебе в жертвенной любви подвязаться, потому что ты будешь за свою любовь получать еще по макушке. Вот тут все понятно, вот он путь. И он делает тебя счастливым, этот путь. В югизме я такого не вижу. Не вижу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok